друзья сегодня пятое число показываю кажется 8 серию потом уточню все эти у меня деревья растут в чужих садах так и называется фото плодов железов в чужих садах видите вот и мы с вами где-то 3 час за 7 серий поглядели и становится все больше и получается так напомню содержание предыдущей серии есть такое понятие вот даже фирма художественник помните там было особенно много серийных содержание предыдущей серии это быстро-быстро-быстро так же и так я железо проходимец в руках 7 метров наполеон 2 метра снега у меня я все думаю как я 10-метровые деревья я показывал не раз по 2 метра все копрячу самое бедное что мы здесь вообще снега горят уже наука понятно следующий там был еще шаман и это секта и так далее поэтому я первые годы оправдывался братца я не знал не хотел он с собой выросли дешить то было вот это вот это вот самое абрикос вырос сам то если он был обычный брикос продан за какие-то там 300 рублей после этого а выдавал вот такое причем мой три фирма в доказательстве наши персики которые пани валерий это было письмо от девушки львовской области земляки тоже львовский тогда я не совсем львовский родился панской польши так можно сказать и вот долбили вместо авторитета срочно отрезая нижней скрептной ветки иначе дерево твоё погибло а на дереве накануне висело сто семьдесят шесть килограммов сто семьдесят шесть килограммов а и отрезание дерево погибло дальше еще напоминаю меня поразил этот снимок антону консервизируют первые плоды на второй год он там двухлетка ему пришло скорее всего хороши да вот влияние подумаем ну дальше переписку мы с вами вот приятно были удивлены значит первый урожай яблони салют с железом это уже татьяна это уже сад марины хомутова татьяна я нашу только не нет дальше рейль галиев тоже персики вырастил но это судя на это башкирия или бурятия не только не бурятия пашкирия или татарстан где-то в этом роде алексейка алексей значит ну тут получается так надо залазить глубже получается маша сливы кочки черенки ваши вроде сувенир востока куда следил сувенир алексей увидишь этот фильм этот 8 серий пожалуйста верни мне еще раз фотографии видимо это что-то случилось тут должна быть фотография роскошная сувенир востока жаленого так наталья филова вырастила персики где она живет а так как она серия жилизова отчет написала опять виноват серия жилизов 7 что вот это выросло макаров персик хасанский омская область вот тут где-то мы закончили прошлой серии дальше он очень длинное письмо написал очень ценно но мы его разобрали на предыдущем предыдущей серии так это все ценнейший был непростой судовод как раз из тех которые понимают что будет дальше если заниматься прививку вот ну пожалуйста просто кровокрасный просто дальше любого йорова груша лада из питомника жилизова вкус изумительный да утверждаю груша лада вкус изумительный дальше опорта кровокрасный вот это мы не проходили все начинается 8 серия так яблонио порта второй год персик хасанский на 3 год плоды отличного вкуса вес соответствует каталожного то есть как только что указывает каталожное красотища да вот ну мезинов это один из тех кто если так дальше будет нагреть и продолжать он попадет в учебник вот он пишет груша без обрезки для тех кто еще сомневается разрезать или нет так тут что-то ребята случилось с моим этим место пустое а груша без обрезки у него было фотографии если меня помнишь я не знаю что случилось так Александр Васильев ну-ка давайте мы сейчас сделаем покрупнее ну-ка 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 это нам не задавали это мы не проходили вот так крупный шрифт смотрел и объявлял после прямого эфира а нет все ребята прошу прощения значит саженец был приобретен один из Сергея вот он получился вот он и вот он это от Сергея а здесь опять что такое квасок какой-то здесь должна быть фотография вот этот же возлесящая академия контрольного Сергея и рядом с саженцами знаменитого института но мёртвый вспоминайте ничего не поймал что бы я это все убирать отсюда нету здесь пустое место он как мне это не нравится ладно идем дальше реально ли вырастить абрикос в московском регионе здесь я и сам вот сейчас я ничего не смогу прочитать а давайте мы увеличим потому что эта фотография прям с экрана нет у меня уже зрение не то а вы на своих телефонов вообще ничего не видеть пропускаем значит это моя племянница вот это она делала вот видите они в этих самых небольших пакетиках по 10 штучек вот это приготовлено к этому самому и очень кстати в подарках я сейчас делаю объявление объявление следующее ребята значит так как уже сегодня 5 апреля где-то уже кому надо выписали а где-то еще с ней пройдет а так как по ссылке они могут проснуться и уже пару случаев таких есть вот разорвало пакетики а получилось одна пропела больше даже два раза уже не было такого только одна из 10 допустим и одна из 50 есть пока так но дальше хуже и тогда я сказал себе это мы будем делать не так я сброшу цену еще немного есть такие люди они все лишь опаздывают и у меня заказываю я не шучу будут в мае это каждый год повторяется а в мае там уже будет такая картина я вам показывал много раз фотография не требует их пакетика обидно корни длиной со спичку вот это еще не отправлено на всякий случай снижает цену еще и так вы знаете что это касается короче кто сошлился на мои слова видели фильмы я консервис когда еще двадцать процентов еще двадцать кроме тех скидок что я уже объяснил вот кто сошлется а кто не сошлется тот оплатит 8 центов вот дальше это кстати прямо у Сергея Питоменьки человек покупал садо Сергеем вот такие вот он покупал смотрите 149 вот в этот день человек был угощал Сергея плодами прямо не из сада а даже не из маточника а прямо вот второй год не купили но третий год плодились отбывается на второй год помните было написано что человек купил саженец на второй год у него уже вот такие вот антуро смотрим дальше так ну я не знаю я все хочу сказать знаете марина была бывает однолетняя или двухлетняя все а как может быть мариного дерева это богатейшая фантазия просто не попадайтесь пожалуйста вот и смотрите здесь есть агромаркет 24 написано значит туда не ногой больше есть такое выражение единое же совравшим явление кривотатное вот это все было вот дальше идет подлая система надо заработать деньги значит надо придумать работу в саду все вытоптать уничтожая это покров тепло тепловой теплоносонный покров уничтожая просто чтобы заработать потом надо придумать работу а вот так мы это двинем светение вот накроем а то что там гниет все подряд а это неведомо потому что у нас садовод только это самое сами знаете вот это мы проходили это вот я не знаю я это все рассказывал вот так вот дурят студентов прямо дурят их они занимаются подлой работой саженцы вращены с болыми колями и земле вот огромные сажены с трех метровой корни все по обрублены с чему их учат они позируются погляделись вот ты возьми эту самую лопаточку ты держи а ты вот теперь они засыпят туда эту самую землю в таком виде они будут выставлены на продажу потому что это питомник самой этой академии это самая позор темилетской академии вот эта вот картинка только они сами не понимают якобы студенты учат а учат подлость и облады а человек купит привезет его в себе в этот самый горшка вытащит горшке ясно никакого кома нет и быть не может там будет просто группы корней потому что это посадят и вернусь нет я не могу пройти этого и не могу пройти мимо того что подлевшая вещь неосознанная самими теми кто это вырастил она знаете какая штамбы искусственные с искреченными этими самыми вертикальными штамбами их не должно быть в природе это подлая страшная вещь представляете шоку туда добираться когда у них калитами как можно было вот это прямо на сайте это какой уровень преподаватель вообще подлость неимоверная где дети выходят сюда не умеют не знаете какой там это видимо дипломами я честно говорю их дипломы надо подтереться так Наталья Рук вот она вырастила мои громыши поздравляю Наталью вот абрикос крупноплодные жаря дома сад Валерия пианистов поселок черемушки ясно да ну черемушки пусть там потеплеще у него тоже себе вот ну а дальше 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 это немножко про агротехнику видите был роганый ветер какое его пало дерево с высоким штамбур вот продаю черенки на черенки скидки я не делаю их сильно мало вот и дерево каличу как было ступень нету раскидка была хорошая скидка любой черенок 150 рублей макаров вот если у нас есть десять самых выдающих садоводов в России вот я уже одного назвал коллега Олега Олеговича Медина вот еще один из этого десятка первый десяток в России вот итак Бакаров ну я спросил чьи это байкос наверное скорее всего веточками от железа от меня достались я уже не помню скорее всего веточками вот это все его фотографии его фотографии Южный Урал Владимир Кузнецов неожиданно на земле оказались вполне съедобные не вполне сладкие созревшие абрикосы посадка посадка кочка железа о горячим летом в этой неделе стоит по тридцать пять градусов остальные дозревают было тридцать шесть адрели упали так что его забрали отсюда абрикосы что подравляю Керим Казебеков Алюбург амрикосы ну я садковать привет Керим вот Мединов ну я уже охотился си фотографию пропустить в том что в годы пять месяцев исполнилось девочки и он забирал дочь из роддома и в это время уехал в саженец Хасант этот саженец потом где-то ниже будет фотографии вот так и эта фотография это достаточно это сенсация ну а дальше основа техника вот так я написал перейти к нам на колыму это моя любимая поговорка я использую эту замельчу фразу если считать что колыма не колыму но я все таки берегу дальше без меня изучите неудобно уже трижды показывал разные годы вот температура сравните Новосибирь, Челябинск Абакан, Церногорск Майно-Черемушки Красноярск вот и вы узнаете все что никакого агрария у нас не существует у нас Сибирь так саженцы железоупакованы специально коробки заказываются в Абакане на какой-то там фабрике вот коробочные как они там называются вот качество получается высочайшее высочайшее потому что это вот это вы видели вот таких такое слово я уже не правильно скажу вот таких вот пиздюлиных вот саженцы высылает привет даже видите я не обманул вас идем дальше ну дальше просто его лицо крупный план сад Екатерины Кузнецовой абрикосов а именно Кузнецовой где-то тоже когда-то я показывал на вебинарах а здесь все подряд вот Кузнецова ставила Корсашовой вот немного подрослела и вот что она пишет сейчас я увеличу у нас у нас сначала у Юлия была жара под 40 закончила несколько дней назад месяца два дождя не было абрикос еще зеленый у нее два месяца не было у нее вообще шесть месяцев не было снова Катерина Кузнецова вот самое главное за что внимание 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 плоды сеянца сеянца то есть это искусство видели 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 дальше про это уже в другом фильме я разъяснил что что может мы уже устали кто пытается определить культурное сеянство по листу у меня такое определение работает умная девочка наблюдайте у дерева с самыми крупными вкусными плодами есть небольшой гладкий с крупными самыми и вкусными небольшой гладкий достаточно вытянутый а у дерева с крупными а крупными широкими бракотистыми на ощупь к листам планы мелкие то есть поняли мне уже несколько деревьев можно сравнить так Владимир Белякин Апорт Алматинский прибивка 18-го года на сенец сибирки 17-го года как он ох красавцы ох красавцы знаете эти апорт Алматинский все-таки я в детских местах доставал вот а этот наверное самый алматинский залматинский потому что именно этот черенок я достал у Чернобаева земляка тоже сразу на дело то что Чернобаева он привез его прямо с Алматы не можете сомневаться что именно такой должен быть алматинский вот все равно даже случилось вот такое я бы даже сказал сенсорное событие там тогдашний президент Казахстана Насултан Назарбаев призвал садовонов Казахстана найти возродить вернуть Казахстан настоящий апорт Алматинский вот я после этого много писал ну много несколько раз в разных фирмах на вебинарах в гостевое что вот Чернобаева у меня тоже видите еще у кого-то у кого-то ну где живет Беляхин ну где-то живет конечно скорее всего на Сибирь теперь мы занимаемся вернули ли садоводы настоящий вот этот настоящий апорт Алматинский не знаю но к Чернобаеву никто не обращался призывы такие как можно интересно вот он 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 идем дальше так заиндийская прививка двадцатого года ну там выше полиснула а вот сувенир востока вот он прививка на желтую сувенирую вот 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 это расшифровка была что за санта и так далее полюбовались идем дальше доброе время суток персик начал наливаться еще в одном месте персики вот вот видели а скажите что это черт наверное Сергей Ростовская область значит все таки Сергей Ростовская область где он там снег нашел странно может быть это не Сергей а если не Сергей то кто тогда мы будем считать что Сергей Ростовского подождите снега много для Ростова анатолий здравствуйте сегодня у нас праздник полность мечта иди в свои абрикосы сливать и сливать и сливать выдержать минус 47 я обраблю благодарен за ваши кости представляете что творится сегодня мне звонили сравнивали эти европейские абрикосы и мои абрикосы те привиты эти те замерзли а мои хоть бахни вот так те же самые сардан пересирал военные королевские баи и прочее те все замерзли сибирские все живы а где он живет ну у него вся средняя полоса я очень много писем очень много звонков я запомнить не могу поподробнее итак благодарны за мои косточки дальше обратите внимание на эту фразу сельхоз ученые говорили абрикосы не будут расти в Кировской области кстати там есть это холодно а у меня после такой зимы на севере еще плодоносили три года работал с почвы и вот первый раз абрикосы полтора метра за лет полтора метра за лет это значит что абрикосы созданы именно для вашей Кировской области а то не будут не будут они не пробуют потому что для этого работать надо еще Анатолий Анатолий был и снова Анатолий абрикосы передумал и успел сакрапировать плоды и не смогли остановиться сверить так Анатолий там будет фотографию половину антауров кандалуров 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 мы проходили кандалуров проходили я поэтому просто про лесу если позволить так получилось что он а так как Ханты-мансийский округ местность поравненная к этому ну все вряд ли с полярными А почему я вам заранее показывал? Потому что жильдель, вот у него растет. Моя жильдель, которая всю галкарину привезла в Кирсовскую область. Пожалуйста. Да еще и плоды, по-моему, по всей моей. Амур, пожалуйста. Он изменился. Носик почти потерял. Даже округность потерял. Персик, пожалуйста. Ну, Персик, скорее всего, у него критер. Но это ничего. И вот он. Не вели грех. Вот. Вот это вот волшебник и волшебник. Первая десятка. У меня своя это. Я это называю революционная лестница. Все, друзья. Наверное, я сейчас остановлюсь. Вы уж простите, вы... Многие из вас видели половину, кто-то четверть тех фотографий, что я пороснул. Почему? Потому что у меня они подходили по темам. Были темы только косточки. Были темы только привезли. Были темы пересланные саженцы. Потому что каждый раз одно и то же. А вот эти погибли, а вообще не просто не погибли, а просто разница огромная. Здесь и качество саженцев. Есть качество черенков, кошечек. Вот. Вот все сейчас творится. Ну, наверное, чтобы закруглиться уже. Мы еще фотографии посмотрим более. А сейчас вы дайте, что сделаем. Сейчас я... Сегодня я сюда переслал. Сюда вот эти... Фотографии сделаны я сегодня. Я сегодня фильм сделал беременную. Вы, наверное, его видели. Наверное. И фотографии я вот сюда перенес, но я еще их не открывал даже. Просто перенес. Да. Где же вы, где же вы. Ага. Вот здесь они у меня. Сейчас посмотрим, и будем накругляться. Все устают. Вот. Вот это я показываю. Время уходит. Видите? Вот. Что получается? Получается следующее. Нужно успевать выписывать. Напоминаю про скидку 20%. Вот. Потом, значит, вот эту фотографию я сделал сегодня. Пятого. Это мои ребята. Это мои ребята. Мой сын и его друг Андрей Поморщик. Начали перевивать. А вот здесь лучше видно. Начали перевивать. Начали перевивать. Вот. А это... А в чем фотография? Зачем? А вот это лучше видно. Вот. Ну и все. Больше всего фотографий нет. Да. Зайца я все время забываю показать. Было жаловались назад. Вот. Пришлось вебинаре предложить самые жесткие меры. Петли. Вот. Это готовый суп для собак, для людей. Вот. Вот. Многие не врезают. Начательные, которые петли задушили. Вот. Можно стрелять. Лучше всего глобальный способ заделать дыры. Просто заделать дыры в этих самых заборе. Вот и все. Меня спросили. А как травить дыры? Я не знаю. Ждать не хочу. Вот. Вот и все, пожалуй. На этом мы заканчиваем, друзья. Еще раз скидка на... Именно на семена, на семечки, на косточки. Вот. А еще черники этажа цена 150 рублей. Это недорого. Калечие деревья жутко смотреть. Вот. Диски. Книги. Вот. Такие книги. Вот. Вот. До сих пор многие мое поколение не... Никогда не могли. И сейчас не можем, как я. Не могу читать с экрана. Мне прислали интересные книги. Ну, как? В рультурном виде. Я ни одну не открою. Это моя беда. Вот. Прислали бы бумажный. Да. Итак. На конец сезон. Надо не опаздывать. Друзья. Заказывайте все, что я сейчас перечислил. Идут уже не недели последние дни. Друзья. До свидания. Поехали. Не, не. Не, не.